Наверное, на елешке тоже это будет важно, но на елешке тоже это всегда бывает. Почти наверняка будет в какой-то момент важно знать, что если стороны треугольника равны 3, 4 и 5, то у него прямой угол. Егейский треугольник. А? Егейский треугольник. Конверно. Это называется егейский треугольник. Вот. Так вот, на самом деле... На самом деле, очень красивой и интересной задачей является задачей описания всех треугольников треугольников. Всех вообще, которые только могут быть. У которых все стороны целые числа. Ну, натуральные числа. Натуральные числа. Помните, что такое? Что такое натуральные числа? А? Что это такое? Положительное. Положительное. И ноль. Не ноль. Ну, а не ноль. Нуральник шел. Целый. Насчет нуля идет спор вечный. Это как холивар. Великий холивар. Считать это нуральным числом. Вот. Я не буду даже вступать в этот холивар. Это не имеет, в принципе, никакого значения. О, у вас эти самые. У вас полтоновские тела, про которые я только что рассказывал в шестом, субъем, субъем. Классик там. Ну ладно, так, так. Так вот, вот они. Вот эти числа все называются треугольники. И красивой, сложной, интересной задачей является описание всех таких треугольников. То есть какую-нибудь формулу написать, что вот если А, Б и С задаются вот такими, да, такими выражениями, то треугольник получит прямоугольник. И наоборот, если треугольник был треугольный, то его стороны обязательно вот этой формулы задаются при нет параметрах соответствующей формулы. Сейчас мы будем с вами этим заниматься. Но начнем мы с нескольких наблюдений. С нескольких наблюдений. Значит, первое наблюдение такое, что мы на самом деле серию таких треугольников можем выписать без всяких сложностей. Ну вот, например, кто вдруг случайно знает следующий треугольник? Так, вот, скажите. 6, 4, 10. О, это хороший вариант. И он особенно, значит, он нам, как бы сказать, он нам подскажет, что некоторые треугольники мы будем считать почти одинаковыми, да? Вот очень хорошая идея, что если есть 3, 4, 5, то заведомо 206, 8, 10, правда? А также 9, 12, 15 и так далее. То есть если я взял и написал 3, вот это будет 3 умножить на некое число К, это 4 умножить на некоторое число К, а это 5 умножить на некоторое число К, то при любом натуральном К, это будет тоже прямоугольник любой, и просто будет все больше и больше и больше по размеру. Но мы будем, как бы, их не очень различать. Какие? Потому что они подобные. Они подобные, они как бы очень похожи. Они как бы все одинаковые. Вот. Просто один там несколько раз растянут по сравнению с другим. Вот, ну это, значит, этот вопрос как раз следующий. А кто может применить какой-нибудь другой? Вот другого уникальника, не такой, а более вытянутый, например, какой-нибудь другой. Какой будет следующий? Он тоже появляется, часто появляется в задачах на ЕГЭ. Ну, хорошо. Это есть, я тоже его помню, но он устроил немножко иначе. А я предлагаю вот такой. 12-13-5. В нем опять катет от гипотенузы, длинный катет от гипотенузы, отличается на единичку. И сейчас я расскажу, как построить, для начала, да, для затравочки, я расскажу, как построить все треугольники, в которых катет от гипотенузы отличается на единицы. Ясно, что уже тут х не поставишь. Если ты умножил на катет, уже катет отличается на число х, от гипотенузы, длинный. Поэтому здесь, если они будут такие самые маленькие какие-то возможности, сейчас я вам покажу, что красивый фен, который... О, это треечная доска! Она с ней нужна. Я, как раз, хотел спросить, где здесь, может быть, вдруг есть треечная доска? И тут она раз, и как... Да, ты при том, что кольцо больше всего осталось. И я понимаю, но ничего страшного. Вот, смотрите, сейчас я нарисую таинственную... Таинственная картинка. Ну, еще несколько раз и хватит, да? Так. Один. Сколько здесь квадратиков? Четыре. Всего. А здесь вот в этой изогнутой загородной... Три. А в следующей изогнутой загородной... Пять. А в следующей? Семь. Девять. Четыре. Один. 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 И так далее, да? То есть, здесь идут по очереди подряд, строго подряд, один за другим. Все нечетные числа. И более-менее понятно, что так и будет, потому что, когда я следующий раз смотрел, она ровно вот на эти два больше, чем предыдущие. То есть, если я отрежу в следующем вот эти два, то оставшиеся как раз с двигом получаются из предыдущих. Поэтому ясно, что каждый следующий ровно на два добавлительно больше, чем предыдущие. Поэтому это именно что идут подряд. все нечетные числа, один за другим. А вот теперь смотрите, какая удивительная ситуация. Вот, берите. Вот эта единица, она соответствует площадь вот этого квадрата. Правильно? А один плюс три? Четыре. Да, и это площадь вот этого квадрата. Правда? Да. Четыре, это два квадрата. А это? Девять. Девять. Девять квадрат. Девять как раз этот квадрат, правда? То есть три в квадрате. А если я эти четыре взял? У меня вот такой квадрат получился, да? Квадрат четыре на четыре. Шестнадцать. Шестнадцать. Следующий говорит двадцать пять, то есть пять в квадрат. По силовыми словами, есть такая замечательная формула, которую знали, конечно, древние греки, которая заключается в том... Можно я даже зажгу? Это тоже надо им еще разобрать? Ну, да. А. А говорится, заключается в том, что сумма последовательных нечертных чисел один с другим всегда дает полный квадрат. Квадрат какого-то целого числа. И ее расшифровка, вот она просто, что называется, вот смотри. Доказательство по виду, ну смотри. Вот видишь, все нечертные квадраты, получается квадрат. Квадрат все больше и больше разный. И это означает, что предыдущий квадрат, какой-нибудь х в квадрате, да, прибавить нечетное число, вот такое, равно капель с одним квадратом. И между прочим, те, кто умеет, а вы не умеете, да, рассматривать сумму, ну, возводить сумму в квадрат, а квадрат сумму, тюмая. Квадрат первым слагаем, плюс удвоенное произведение, плюс квадрат второго. Как раз эта формула и выходит. То есть это как бы аукраическое выражение ровно того же, что здесь было. И когда вот это вдруг оказывается тоже квадратом, это будет далеко не всегда, то у меня кифагоровые тройки. Так, кифагоровые тройки, это как раз вот такие три числа, которые составляют прямоугольник-треугольник. У тебя нет кифагора, соответственно, у меня он сурный квадрат. Казит, такая у меня гипотенузичка. То есть видите, у нас получается, что бесконечное, конечно, раз возникнет вот такая ситуация с различающимися на единичку гипотенузой и катетом. И это будет всегда, когда очередное нечетное число было равно квадрату самому. То есть первый раз будет, когда вот здесь 9. Вот 9 это квадрат. И это как раз 4 в квадрате плюс 3 в квадрате равно 5 в квадрате. Это вот так египетский. Следующий раз, когда это 25. Это нечетное, поэтому через 16 мы перепрыгиваем. 25, а но же 5 в квадрате. Тут было 12 в квадрате, а здесь 13 в квадрате. Так, следующее. 49, правда? Значит 49 возникнет какая? Сейчас вот 7 в квадрате плюс что-то равно чему-то. Как понять чему? 2к плюс 1 должно быть равно 49. Чему равно k? Взрослые молчат. Чему равно k? 2к плюс 1 равно 49. 24 в квадрате плюс 7 в квадрате равно 25. То есть вот сумма вот этих двух соседних будет как раз равна вот этому вот большому числу. И так далее. 9 в квадрате можно поставить. Там будет 40 квадрат, то есть 9, то есть 1,41 квадрат. Ну и тут все, любое число, которое вот нечетное в квадрате входит в некоторый все более и более вытянутый треугольник. Они вот такой вот все формы, все более вытянутые. Ну а действительно некоторые попадаются в этой серии. Например, 15 в квадрате плюс 8 в квадрате. Действительно, как мне тоже откажется. Я помню, это равно 17 в квадрате. А также вот такая есть замечательная. Где катеты отличаются уже на единицу. Если катеты отличаются на единицу, то этот любовник похож на равномедленный. Чуть-чуть они вот примерно равны друг другу, да? Примерно равны друг другу. Ну а гипсинозу почти равна корню из двух умножить на это. Ну, про корню из двух я сегодня говорю не буду. Я вместо этого сейчас расскажу. О, у меня еще один рисунок очень важный здесь. Мне он тоже пригодится. Мне нужно знать, что это будет окружаться. Расскажу, как вынести общую формулу. Сейчас мы произведем на это. Как мне написать, чему же должны быть равны А, В и С, чтобы получился прямугольный и угольник. И наоборот, что любой прямугольный и угольник будет этой формулой подчиняться. Сейчас проверим, как вы знаете, уравнение вся в их фигуре. Наоборот. Рассуждение будет проходить так. Будет проходить так. Если у меня есть какой-то прямугольный и угольник. Прямугольный и угольник. Прямугольный и угольник стороны А, В и С. То, если я поделю на сторону С. На длинную сторону. То тогда у меня... То есть сокращу его в С раз. Тогда у меня гипсиноза станет равна единицы, да? А эти два будут А делить на С и В делить на С. Разумеется, они уже не целые. Но! Они рациональны. То есть дроби. Если это треугольник был прямугольнее с целыми сторонами, то этот будет прямоугольный с дробными катетами и гипотерозой равной единице. А теперь я сделаю с ним вот с этим треугольником следующую процедуру. Я нарисую вот этот объект. Что это за объект такой? Аккулужность. Аккулужность, да? Нарисую. Тачник. Тачник. Да. Ровно радиус 1. Ровно с центром 0,0. Это, соответственно, взрослый молчат. Какие карбинаты в этой точке? Ноги в этой точке. Правильно. Правильно. Она мне тоже пригодится в точке. Так. Теперь взрослые продолжают молчать, а школьники говорят, какое у нее уравнение. Какое уравнение у оборуденности с центром 0,0, радиус 1. А вы просто возьмите вот эту точку, да? Посмотрите на то, что это за треугольник. Понятно, что он прямоугольный? Понятно, что здесь x, а здесь y. Как раз у него координаты такие. А про прямоугольные треугольники теоретику облакуете? Да. С в квадрате равно, а в квадрате тут b в квадрате. Да, а с у нас единичная. Потому что это радиус. А и b это x и y здесь. То есть получается, что на самом деле уравнение очень простое. Вот такое. Вот уравнение окружности. Так вот, если я возьму этот треугольник, ну, выверну его, как-нибудь на дыбу, поставлю вот сюда, то что у меня тут будет? Ну, вот тут будет там а19а, тут будет b19а, тут у нас единичная. То есть получается, что любой прямоугольный треугольник с целыми сторонами после деления на длину лептенузы, да, на длину самой третьей стороны, он превращается в прямоугольный треугольник, у которого лептенуза равна единице, и если, соответственно, я его вот сюда положил, то это означает просто ровно то, что вот эта точка, здесь, по-моему, всего, имеет рациональные координаты дроби. У него координаты задаются дробями, и вот эта координата, и вот эта координата. То есть смотрите, что произошло. А задача поиска вот таких треугольников улетучилась, а вместо нее пришла задача поиска всех точек в этой части окружности, ну, почти то же самое, что вообще всех точек на окружности, потому что там только плюс-минусы некие появятся, которые имеют дробные координаты. Вот обе координаты у них задаются дробями. Что если вы наобум возьмете, вот просто наобум возьмете какую-нибудь точку на окружности, ну, например, вот в этой точке, какие у нее координаты, вот эта вера не секресия, она лежит на 0,5 градусов. Где у нее будут координаты? Ну, как отеялись? А радиус 1, да? Да. 0,5. 0,5. Нет. Корни двух попал. О, кто это сказал? Молодец, все правильно. Корни двух попал. Ну, или 1 на корень из двух, запятая 1 на корень в двух. В школе не любят, когда знаменатели корни, да, живут? Ну, математика, наверное, это вот. Вот, то есть, когда в возрастной математике, как бы, это... В США не важно. В школе, естественно, учат, что... Понятно, что это ровно то же самое, что корни из двух попалам. Вот. И вообще математики, как бы, они... Вот не парятся. Вот 7 третий, как 7 третий. И никто не будет вот в большой математике, а дальше это 2 и 2 третий. Так, вот, просто одну, или другую. Вот. Но в школе там лучше так делать, наверное, как вас учат, потому что иначе вы эгарит заберете. Какой-то идиот будет проверять, который решит, что 7 третий, это не равно 2 и 2 третий. Такое случалось. Как раз сейчас я смотрелся, при этом. Там был большой скандал с одним репетитором, который все правильно сделал, а ему поставили, значит, полную ноль за задачу, потому что проверяющий был... Ну, идиот, 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 идиот. Просто не понял, потому что решение было правильнее. И мы его там удобно вывалили этим, ну, в моем канале, и высказал там. Ну вот, вчера, как-то снова с ним увиделись. Вот. То есть это как бы надо быть осторожным с этим. Проверяющие не все умные, к сожалению. Вот. Надо из этого исходить. Так что, да. Ну, мы с вами будем посерьезно, может, говорить. Итак. Если вы возьмете какую-то точку, тут не обязательно. Может быть, вы слышали что-то о том, что хорик и звук не выражается в виде дрожи. Вот. И если вы попытаетесь на обу, вот здесь, например, взять, вот скажем, берете одну треть, да? Одну треть. О, ура, мы взяли координату, вот она будет рациональная. Но тогда следующая координату, рациональная уже, скорее всего, не будет. Далеко не всегда будет получаться. Потому что, если это одна треть, то, соответственно, у меня должно быть равнение одна треть в квадрате плюс у в квадрате равно единице. Ну, в общем, это будет означать, что у в квадрат равно восемь девятых. То есть у будет равен коренью с восьми дней на три. То есть два корня из двух на три. Ну, видите, какие корни будут езжать в целом время? То есть вот так наугад взять и попасть в точку окружности с рациональными обоими координатами x, y, коби, дроби. Не так-то просто. И как раз с помощью и по-моему треугольников это и делается, да? То есть мы знаем, что есть точка. Например, из египетского треугольника у нас точка будет, сейчас несколько точек здесь нарисую, три пятых и четыре пятых, да? Вот. Точка три пятых, четыре пятых, или, наоборот, четыре пятых, три пятых тоже годится из египетного треугольника. Вот. Двенадцать тринадцатых и пять тринадцатых. Тоже, да? Двенадцать тринадцатых, пять тринадцатых. Вот это двенадцать. Двенадцать тринадцатых, пять тринадцатых. И я ставлю такую задачу, чтобы описать все точки, окружности, имеющие по-моему заданию координатами. Что же я делаю? Я выполняю следующий трюк. Вот эта точка берется до базового, это номер минус один, как правильно было, замечено. Теперь я провожу пленору. Которая имеет наклон, сейчас поискнем такой. Вот она... О, как точно что-то началось. Да, провести ее. Вон она проходит. Взяли вот эту штуку и эту. Слово выписать в уравнение это прямое. При сдаче экзамена, безусловно, пригодится экзамена, да? Поведение в уравнение прямое. Как ее вывести в уравнение прямое, так? А как вообще выведет в уравнение прямое, не вертикальное? Какой формы можно это записать? Х плюс Б. О, да, то есть икс. А Б здесь можно выразить, как хозяк по икру. То есть она опущена на... Да. И ты в чайку не равно... Она как на единицу. Да, то есть Б она... Единица. Соответственно, любая прямая такого вида, на самом деле, просто имеет вот такое уравнение. Кх минус один, и все. И нам лишь надо найти К. К это наклон, тангенс. Главное чего? Значит, можно из того самого треугольника, который мы уже учетели, найти тангенс. Давайте найдем. Вот. А, у меня точка. Я вот сюда вертикально спускаю вниз, да? И мне нужно найти отношение вот этого отрезка, вот этого отрезка. Это и есть танг. Давайте посмотрим. Вот эта длина, это было 4 пятых, правильно? Здесь добавлено сколько? Единица. 4 пятых плюс 1 равно... 9 пятых. 9 пятых, да. А вот эта сколько? 3 пятых. 3 пятых. 3 пятых, да. И поэтому нам нужно вот это поделить на это. Итого? 3. 3. То есть ответ. Ответ такой, что у этой прямой уравнение у равно 3х минус 1. Давайте еще один пример приведем, чтобы понять общую закономерность, что у нас происходит. Давайте я здесь вот так закрою. Значит, вот этот пример. Возьмем вот эту точку, проведем через нее. Не так хорошо получилось, как в предыдущий раз. Она тоже должна будет иметь вид у равно кх минус 1, потому что все такие прямые, все доедины, все такие прямые, кроме вертикальной, они имеют вид у равно к умножить на х минус 1, где к это различные числа всего. Я хочу понять, в какой природе число там получается, когда я провожу через точку с дробными кардинатами. Давайте проведем через 13х и 13х, и опять 13х. И мы равном как. Мы не можем понять, что прямые, да, при меня? Да. Высота этого равна... А это, что это, что это, что это, 13х. 18х, 13х. А это, когда вы сколько? 13х. 11х, 13х. При тянении 18-13 на 12-13 получилось 3 вставить с минус 1. Значит, вывод, который я хочу сделать и обосновать. К всегда будет дробью. Никаких корней не появится. Ничего лишнего. Только дробь. В самом деле, если эта точка имела дробные значения, то я что проделал? Я к игриковой прибавил единицу, но от этого дроби не перестало быть, правда? И поделил на другую дробь, на х свою. Но если я делил дробь на дробь, то тоже остается дробь. То есть у меня есть такое очень удобное свойство дробей. Дроби остаются дробями при выполнении любых альтметических операций. При сложении, при вычитании, при умножении и даже при верении. Только если не пытаться на многие эти грибы. В высокой математике, если вдруг мы когда-нибудь дико увеличимся в математике, такие системы чисел, внутри которых разрешается всегда выполнять сложение, посчитание, умножение и деление, называются словом поле. У вас есть какое-то чистое поле, да? А в математике есть поле, которое обозначает систему чисел. В математике есть поле, крецом, руку, модуль, телом. Это все обозначает некоторые вещи. И граф. Которая означает не титул, а некоторую фигурку с точками и рюклами. Так вот, вывод. Который действительно, наверное, теперь понятен, да, вывод? Что k это дробь. То есть наклон задается дробным числом. Без всяких карбин. Так вот, утверждение, что обратное тоже верно. Обратное тоже верно. То есть, если k это дробь, но адрога км делить на n, правда? То точка получится с рациональными координатами. То, что будет рациональными, ну, то есть дробными координатами, да? Дробными. И x, и y у нее будут дробными. То есть это равно то, что мы ищем, да? Мы на самом деле ищем некое описание. Так вот сейчас мы его дадим сразу же через n делить на n. То есть мы берем любые два целых числа. Делим его друг на друга. Проводим прямую соответствующую углу на m разделить на n. То есть прямую вида y равно m разделить на n. x минус 1. Пересекаем ее с окружностью, ищем вторую точку пересечения, вычисляем координаты, утверждаем ставим удробные. Сейчас проверим. И это будет ответ. Потому что любая точка, а дробная, выдает дробные наклоны, любой дробный наклон выдает дробную точку. То есть фактически получается, что множество всех дробных точек на окружности это просто множество всех прямых, которые имеют дробные наклоны. Ну а дробный наклон сдается вот такой вот формулой с двумя параметрами чувствителей и знаменателей, которые после подставления будут нам прекрасные формулы, которые вывели еще индусы 3000 лет назад, и пришли. Но для них они как-то были свыше. Какие-то шаманы, если бы им рассказали, они их использовали, но доказательства они не знали. Это уже Тифагор. То есть это что, ну в районе Тифагора это было, что доказали, что таких вариантов нет. Что любой, любого из-любого из-за формулы, в которой мы участвуем. Ну что, поехали? Доказываем? Сколько? Десять минут у нас на доказательства? Смотрите. Смотрите, у меня есть два уравнения. Мы должны найти пересечение окружности, которая задается уравнением x квадрат плюс y, это равно единице. И прямой, которая задается уравнением y равно n на n, x минус 1. Как найти точку пересечения? Этих двух. Вот эта точка, она одновременно удовлетворяет первому и второму уравнения. Правильно? Просто означает, одновременно их решить. Элементрическое место, да, кто-то? Здесь же пересечения, но с его. Опять, просто нужно решить обу уравнения. Решить их одновременно. Систему двух уравнение. Решаем? Как решается система? Что надо делать? Говорите. Говорите. Просто подставить y. Да, просто подставить y и все. Значит, подставляем вот этот y, вот сюда подставляем, получаем x квадрат плюс m на nx минус 1 возведет на это квадрат. Правда? И это равно, оказывается, единице должно быть. Дальше нужно, несомненно, произвести вычисление квадрата разности. Кто мне продиктует? m квадрат дел на n, в порядке, x минус 2x квадрат плюс 1. Нет, плюс 1, правильно. Плюс 1 и минус 2m деленное на nx. Да. И это равно? Правильно, это делится. Так. Что дальше? Единица может сократить. Отлично. Значит, уже нулю. Правильно? Можно вынести m деленное на nx. Сейчас. Нет, но x вынести можно. Но я предлагаю, вместо того, чтобы минус что-то равно нулю, написать, что это равно вот этому. Это то же самое, правильно? То есть мы написали, что вот это выражение равно вот этому. А, вынести x квадрат вот здесь можно. Это надо. Останется вот такое выражение, да? А справа 2m разделить на n умножить на x. А теперь, внимание, здесь два решения. Но оно почему-то неинтересно. Какое оно? Какое выражение? Вот x и x, чему должно быть равно, чтобы это очевидно было равенство? Нулю. А что такое ноль? Нулю. Ну, соответственно. Вот она. Она у всех прямых, которые здесь проходят, будет общей сокращенностью. Поэтому ищем-то мы, очевидно, не ее, а вторую. А значит, она здесь 2x можно сократить. В данном случае можно 2x сократить. И остается x от x квадрата остался умножить на m квадрат плюс m квадрат делить на n квадрат. Я вот сразу приведу, да, к общему вздоминателю. Равно 2m делить на n. Согласны? Итого. Есть ли у меня еще место, где я вам все и писал? Есть. Итого x равно 2m разделить на n. Разделить на m квадрат плюс m квадрат деленный на n квадрат. Или иными словами. Что у меня здесь? 2m умножить на n квадрат, да? Дробь переварчивается, когда делится. А здесь m умножить на m квадрат плюс m квадрат. И осталось сейчас сократить на n. И это 2m делить на n квадрат плюс m квадрат. Это x. Теперь займемся y. y проще, потому что y это m разделить на... Где у меня было написано? С обратной стороны. y это m разделить на n x минус 1. Правильно? m разделить на y. Я ответил? А x уже вычислил. Вот оно, да? Соответственно, это m разделить на n умножить на 2m. n делить на n квадрат плюс n квадрат минус 1. Тут сокращается n. Да? n сократилась. У меня 2m квадрат. 9 на n квадрат плюс n квадрат минус 1. Или, подведя к общему знаменателю, что у меня вверху? Что он скажет? 2m квадрат минус n квадрат минус n квадрат. Не квадрат разности, а разность двух квадратов. Да. n квадрат минус n квадрат. Делить на n квадрат плюс n квадрат. Иными словами, вспоминая, что на самом деле Х и У это А разделить на С и В разделить на С Х и У, я напоминаю, были взяты из прямоугольного треугольника с целыми сторонами Были равны А делить на С и В делить на С И получилось, что А делить на С это 2МН делить на М квадрат плюс М квадрат А В делить на С это М квадрат минус М квадрат делить на М квадрат плюс М квадрат Из чего сразу ясно, чему равно С Ну, строго говоря, здесь может быть еще какой-то умножитель, на который будут все три стороны умножаться Но первый только сразу базовый вариант, который получается, это А равно 2МН В равно М квадрат минус М квадрат А С это их общий знаменатель Это и есть формула, которая называется формула индуса Которая описывает все вообще Прямоугольные треугольники С целыми сторонами, все до единого Ну, точнее, не совсем все до единого Потому что я могу умножить еще на произвольное К здесь все То есть, там нужно немножко аккуратнее быть в самом конце Когда речь идет о том, что ее воздействие на М должно быть несократимой дробью Вот, и там есть чуть-чуть Чуть-чуть возни Я немножко это возню замотал под ковер Ну, не важно Важно то, что в результате у нас Ну, все-все главные идеи, которые здесь высказаны То есть, вот этот последний переход, последний переход должен быть немножко аккуратнее сделан То есть, тройка АВС будет пропорциональна этой тройке И задана числами, которые, возможно, ну, как бы, возможно Можно еще сократить на какой-то общей дивизии Например, при МН нечетных Тут явно вытекает, что все три делятся на два Но, если аккуратно это изучить Все равно получится, что действительно Все тройки задаются Все треугольники задаются этими формулами Либо пропорциональными То есть, при домомножении, если там какой-то целый АК Ну, и вот можно Какой-то пример Ну, вот, как бы, М, например Ну, задача у меня один-два числа Разные четкости и взаимы простые Вспомнишь, что взаимы простые? Нет, вообще, ты иди си 3 и 6 6 как раз делится на 3 3 и 7 3 и 7 отлично подходит Как бы я буду взять, когда я прочитать М, когда То я М назову семеркой, а М тройки Я вспомню, 6 и 3 тоже подошли бы Но так мы получили числа, как я рассказываю, все будут сокращаться на 3 То есть тоже бы что-то вышло, но вышло бы нужно было потом сокращаться Давайте подставим Что у нас получается? А равно 2 умножить на 7 умножить на 3, да? В равно 7 квадрат минус 3 квадрата А С равно 7 квадрат минус 3 квадрата Вы все? Счастую комнату Сколько здесь? Здесь? 60 Здесь? Часк? Здесь 50 Здесь? 58 Так, так, 58 58 58 У нас все равно они сократились над 80 Потому что они бы ее обм urmuchали Ну давайте сократим на двоих. Это 21, это 20, а это? 20. Да, это та самая, которую я уже упоминал. Помните, я сказал, что есть такая тройка? Мы случайно прямо в нее попали. Ну а если вы будете экспериментировать с разными, у вас будут совершенно новые какие-то тройки возникать все время. И в общем виде, смотрите, если вам какой-то инопланетянин это принес к Любе и сказал, что вот вам формула, на самом деле вы можете ее в лоб проверить, произведя аккуратные вычисления. Давайте произведем. То есть то, что эта формула всегда будет выдавать прямоугольный треугольник с целыми сторонами, следует из теореме Мефагора, что вот эта параллельная присутка, это равно f пар. Давайте проверим. Как это преобразовать? Что здесь получится? 4 параллельная, 4 параллельная, 4 параллельная. Да. Следующие параллельные. Придус М4, да. Придус М4, да. Минус 2, там параллельная. Так, теперь этот. М4, да. Придус М4, да. Придус 2, это параллельная. Отлично, теперь внимание. М4, М4 там и там упорит. Здесь 4 минус 2. Здесь 2. Все, все сократилось. То есть эта формула, если бы меня у него просто принесли, проверить мы бы ее смогли. Но смотрите, мы бы не смогли доказать, что все они на полу. А наше рассуждение позволяет это доказать. Вот это рассуждение в геопарде Александристики, как я понимаю. Вот конкретно с геометрией его идеей использовали. Но еще раньше Тифагор, со своей школы я познал, мне его водить доказать. То есть это вот такая математика, двух с половиной тысячей ударностей, это за эти формулы. Вот. Ну и тут вот, можете дома просто поиграться с этим. Подставлять разные ремы и ремы, и пополучать разные красивые тренировые тренировые тренировые. Продолжение следует...